В эфире программа «Утро дома» и её ведущие Аня Кузина и Юра Критенко. И сейчас мы с вами поговорим о путешествиях во время войны. Такую необычную тему мы обсудим с режиссёром, телеведущим и блогером Евгением Синельниковым. Женя, доброе утро. Спасибо большое, что вы присоединились. И для начала мы знаем, что вам чудом удалось выбраться из закупированного Гастомеля, где вы были с семьёй и друзьями. И расскажите, как вам вообще удалось морально всё это пережить? Ой, я не уверен, что мы уже пережили это всё морально, потому что и у детей всё равно всё ещё есть, и даже у взрослых есть реакция на взрывы, на какие-то громкие звуки, на проезжающую технику военную, на самолёты. То есть всё равно до конца ещё не пережили. Ну, в общем, я думаю, что всё хорошо. Мы из числа везунчиков, у нас все остались живы. То есть мы отделались финансовыми тратами, скажем так. Непростой вопрос, Евгений, скажите, пожалуйста, ощущаете ли вы ненависть к русским, к русским людям? Да нет, скорее жалость, чем ненависть. Ну, то есть ненависть, конечно же, тоже есть, но мне их больше жаль. Как, скажем, каких-то наркоманов, которые уже не могут спрыгнуть с иглы и сами понимают, что сами себя разрушают, а ничего уже с этим поделать не могут. То есть оно, конечно, есть и ненависть, когда ты смотришь на Бучу, на Гастомель, на родные места, что с ними, во что они превратились, есть ненависть, конечно. Ну, это идиотизм просто прийти, всё разрушить, поубивать людей, ради чего, непонятно. Но преобладает всё-таки жалость. Скажите, а вот вопреки всему ужасу, который вы пережили, вы какие-то сделали для себя открытия? Конечно, конечно. Всё, жизнь поменялась на до и после. Далеко не важны, там, дорогие тятьки какие-то, часы, PlayStation, компьютеры. Всё это стало совершенно неважным. 13-й iPhone у тебя или дешёвый Samsung? Нет, важно, что вся семья здесь, что, там, ребёнок улыбается, что родители живы, что есть планы на будущее, солнце светит, всё. Всё, жизнь прекрасна. На вашем YouTube-канале «УкрYouTube проект» сейчас выходят выпуски об украинских городах во время войны. Вы ездите к людям, которых снимали для своих проектов до войны. Насколько изменились эти люди? Как изменились города, в которых они живут? Что они чувствуют? Ну, вы знаете, я практически каждое интервью начинаю с этого вопроса. Ну, то есть, вот мы сейчас снимаем про то, как изменилась жизнь. Что у вас изменилось? И в основном все даже не могут подобрать слова, чтобы объяснить, что изменилось. Потому что изменилось всё. В корне всё изменилось. И у всех. У всех, мне кажется, появилось ощущение того, что мы разные, и в этом и есть как бы наша сила. Знаете, как говорят, если в коробке карандашей все карандаши одного цвета, то красивую картину не нарисуешь. Именно вот то, что мы разные, что Ужгород — это один город с одной культурой, Запорожье — совсем другой город, совсем не похож на Ужгород, совсем другой культурой. Но внутри всё равно Украина у всех. И то, что мы все разные карандашики в одной большой коробке, сейчас понимают все это. И это очень прикольно, как по мне. Скажите, а вот насколько вообще тяжело было вернуться к тревел-блогингу вот в такое время, вот сейчас? Как вы себя мотивируете вообще? Ну, это всё-таки не тревел-блогинг. Это всё равно... Мы не рассказываем про рестораны, не рассказываем про гостиницы, не рассказываем про туристические места. Мы больше рассказываем про людей, которые просто живут в этих городах. Но это всё равно не тревел. Это такое патриотически настраивающее как бы социальное видео, которое подталкивает делать что-то. Подталкивает не сидеть и там в Фейсбуке или в каких-то пабликах переписываться, а делать, потому что только делами мы продвигаем, приближаем нашу победу. Поэтому вот главный месседж наших выпусков — это нету маленьких работ, нету маленьких побед. Мы ехали из Бучи тогда через зелёный коридор, и где-то под Белой церковью остановились первый магазин купить воды, там, детям что-то. И разговаривался я с бабушкой, которая просто обыкновенная бабулька проходила мимо. Откуда вы? У вас машина в белых тряпках, что происходит? Мы из Бучи. Боже, дети, как так, что происходит? Мы пошли, сходили в магазин, выходим, а она встречает меня и говорит, вот я напекла пирожки, возьмите, детям дайте. И стало до такой степени тепло в середине, вот внутри, не в пирожках дело, не в пирожках, а именно вот в этом, вот в этой доброте, в этом тепле, которое она передала нам своими пирожками. И вот эти маленькие пирожки, они, ну, не менее важны, чем новый Байрактар от Притулы. То есть каждый на своем месте должен делать хоть по чуть-чуть, хоть по чуть-чуть за для нашей перемоги. И если мы все будем делать по чуть-чуть, то нас никто не победит. Ой, мы меня расслабили вообще. Вы автор известных тревел-проектов. Сейчас многие люди не понимают, особенно те, которые находятся в тылу, есть ли моральное право ходить в рестораны, гулять, в конце концов, путешествовать. Что вы думаете по этому поводу? Буквально недавно мы закончили снимать целый выпуск на эту тему, ну, на похожую тему. Называется «Юмор во время войны». И да, здесь такая спорная сама тематика. Можно ли шутить, юморить, ходить на комедийные выступления, смеяться. Но все, с кем вот мы разговаривали, все говорят, что жизнь должна продолжаться. Это раз. Во-вторых, наши ребята там гимнут не для того, чтобы мы здесь сидели все заплаканные и боялись, и трусились. Нам нужно... Это наш фронт. Они защищают на своем фронте нас. Мы защищаем на своем. На экономическом, на социальном, на материальном, на духовном. У каждого есть свой фронт. И юмор, и тревел, и рестораны. Это тоже определенный фронт. Тот же ресторан – это зарплаты официантам, это налоги в государство. А эти налоги потом превращаются в военный потенциал. То есть, я считаю... Ну, то есть, конечно, здесь должна быть золотая середина во всем. Нельзя сейчас, ну, этически это неправильно, устраивать какие-то пышные мероприятия, гуляния. Но, мне кажется, сейчас особо никто их и не устраивает сейчас. Скажите, Евгений, а что происходит сейчас с внутренним туризмом? И что с ним будет? Как таковой внутренний туризм сейчас на паузе, да? То есть, нет официальных поездок, переездов, там, гостиницы не рекламируют себя. То есть, в принципе, стоит на паузе. Но люди все равно едут. Все равно даже в той же Одессе купаются на море. Тут в этой связи хочется сказать, что туризм – это хорошо, поход в ресторан – это хорошо, обычная жизнь – это хорошо. Но, люди, друзья, не забывайте, идет война. Нельзя сейчас просто пойти в Киевской области по грибы. Ну, это глупость. Глупость сейчас поехать на море и пьяным пойти купаться или залезть на какую-то мину. Глупо. Не делайте глупостей. Путешествовать нужно. Но всегда помните, что сейчас повышенная циягода российская. Повышенная опасность. Повышенная опасность. Да, нужно быть на чеку. Однозначно. Спасибо большое, Женя. Ну и напоследок наш традиционный уже вопрос. Что вы первым делом сделаете после победы? После нашей победы? Ой, напьюсь! Нет, если честно, первое, что я сделаю после победы – это свадьба. У меня Нарачена Чекая. Это первое. Опять же таки вот про вечеринки. Мы ждем, чтобы можно было устроить гулянку, пир на весь мир, чтобы можно было, не боясь, выкладывать фотки в соцсети, включить диджея на всю. Ну и вот это будет первое, что будет сделано. Класс! Мы вам желаем, чтобы это произошло как можно скорее. Всем нам тоже. О да! О да! Это хочется! Спасибо вам большое за такую прессию беседы. Да не за что вам, спасибо. Спасибо. Спасибо! Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин